Дорогие мои, всем привет! У нас сегодня с вами такой праздничный мукбанг. Во-первых, повод. Повод у нас радостный. У нас с вами 10 тысяч на канале. Большое спасибо, что вы со мной. Я, честно, эту цифру ждала очень долго. И знаете, первые, наверное, полгода я думала, что вот сейчас вот-вот стрельнет еще что-то. Ну, как бы это все настолько долго, это у меня растянулось, не знаю, больше там двух лет. И, конечно, сейчас это не неожиданность для меня, это скорее, ну, хорошо. Хорошо, что так, хорошо, что 10 тысяч, там, дальше больше. Но каких-то, знаете, таких вау-эмоций у меня, конечно, нет, потому что это все, знаете, когда, допустим, сразу на тебя что-то обрушивается, ты там в шоке, еще что-то. А тут, когда ты стараешься, что-то делаешь, там, каждую неделю выкладываешь видео, у тебя потихонечку такой прирост, то ты как бы, ну, такой, ну, окей, типа. 10 тысяч, что ли, 10 тысяч. Вот, поэтому я в целом очень рада, большое спасибо. И надеюсь, там лет уже будет 20. Так, ну что, давайте я расскажу, что у нас тут. Во-первых, это такие круассаны. Я вам уже про них рассказывала, что, типа, они супер вкусные, супер-пупер. Они, знаете, вот такие вот, они твердые, и то есть они прям, я не знаю, они пропитанные. Вот какой-то такой штукой пахнут прекрасно просто. Это миндальный круассан. Я вам уже о них говорила, что это даже вкуснее, чем во вкус Вилли. И это правда так. Давайте я вам покажу еще один. Такой вот. Мне кажется, просто этот покрасивее, да. Вот такой. То есть он прям такой, знаете, сухой и весь пропитан вкусненьким чем-то. Такие вот берлинские. Тоже вкусные это все. Беру в одной пекарне. Прям прекрасно. Она не сетевая. Так. Красиво положу. Так. Пекарня не сетевая, поэтому не могу, да, там ее посоветовать, потому что ее так не найти просто. Вот это вот просто в единственном экземпляре. Я не знаю, где они пекут, где они это заказывают, но это просто великолепно. Посмотрите. Давайте попробуем сразу. Просто я... Ой. Так хочу. Оно, знаете, все немножко такое твердое и сочное. То есть это не булка, это прям какой-то десерт, что ли. Понимаете, да? Это великолепно. Это просто великолепно. И два таких пиролина взяла. Чизкейк. И это у них называется мишка. Если честно, я очень хотела его попробовать, когда увидела. Это, знаете, что-то типа экстра медовик, наверное. Карамельный. Шоколадный. Такой прям тянущийся. Посмотрите на это. Обалденный. Честно, обалденный. Так что, вот такой вот праздничный сладкий мукбанг. Что касается Ютуба. Сегодня я хочу поговорить вам, рассказать вообще, сколько я зарабатываю на соцсетях. Зарабатываю ли вообще. И думаю, это будет интересно вам. Особенно тем ребятам, кто, может быть, думает заниматься блогерством. По поводу меня. Скажу вам так. Я на видео сейчас вообще ничего не зарабатываю. В прямом смысле слова. Я еще не заработала ни копейки. Почему? У меня достаточно маленький канал. То есть, на нем 10 тысяч подписчиков. Не 100, да, там не хотя бы. Не 50 тысяч, а 10 тысяч. И какие-то интересные, ну, как бы, клиенты по рекламе ко мне не приходят. Ко мне приходят, знаете, кто рекламироваться там? Карты. Какая-то, ну, какие-то услуги финансовые. Честно, мне это неинтересно рекламировать. Потому что, ну, как бы, это не по моей тематике. Раз. И два. Ну, не знаю, короче, мне не совсем интересно там. Конкретно работа там с банками. Ну, и, ну, короче, вы поняли, да, вот эта вся история, когда, о, ну, я даже не хочу об этом говорить, честно. Ну, просто мне это не очень интересно. Я не хочу, знаете, размениваться на таких прям каких-то, какие-то левые схемы, да, серые. Ну, для чего, как бы, мне это неинтересно. Какие-то вещи я, как видите, не продаю. Ну, то есть, в свое дело я только вкладываю деньги. Обалденно. Это просто, знаете, как молочный шоколад. Это обалденно. Он еще покрыт молочным шоколадом белым. Поэтому, если вы думаете, что, зайдя, допустим, в блогерство, знаете, как многие люди говорят, вот там, и на пяти тысячах подписчиков можно зарабатывать. Ну, наверное, можно. Наверное, можно каким-то образом. Но, то есть, какие-то большие, ну, какие-то интересные, реально, интеграции только после пятидесяти тысяч. Это точно вам говорю. Ну, до, ну, допустим, знаете, может быть так, если вы живете в небольшом городе, и вас смотрят, к вам, возможно, обратиться местная, да, какая-то организация за рекламой. Потому что вы там популярны у себя в городе. А так вот, большие бренды готовы платить, я думаю, тем, кто, у кого большие охваты, большие просмотры. По поводу рекламы на Ютубе. Отхожу вам так. Сейчас нельзя завести из России, ну, как бы, начать сотрудничать с Ютубом. То есть, люди, у которых сейчас вот появляются новые аккаунты, они там преодолевают порог в пять тысяч, по-моему, часов просмотра, они не могут подать заявку на партнерскую программу, потому что заявки из России просто не рассматриваются. Я не успела подать эту заявку до ограничений. Сейчас, естественно, ну, как бы, денег за рекламу с Ютуба я не получаю. А по поводу... Ну, кстати, знаете, если говорить про деньги с рекламы Ютуба, Ютуба, ну, вот это просто топ. Глядя на те цифры, которые я вижу, ну, вот до того момента, когда лавочку-то прикрыли, я видела, какие деньги поступают. В принципе, мой канал мог бы зарабатывать тысяч 10, наверное, в месяц. Не больше. Очень вкусно. Поэтому на сегодняшний момент из-за денег становиться блогером – это не самый лучший вариант, потому что, действительно, пока вы увидите первые деньги, пройдет очень много времени, и вы вложите очень много своих сил. Ну, то есть идти только ради денег – это бред. Не получится. Видите? Это обалденные девочки, мальчики. Кто вот смотрит? Посмотрите на это. То есть он внутри, как бы, знаете, он сверху твердый, а внутри он просто. Конечно, мы можем говорить о том, что вот, есть блогеры, у которых получается очень быстро набрать аудиторию. Ну, да, возможно, там вы будете таким. Но, видите, у меня немножко по-другому, да, получается, то, что я не... Тут, как бы, знаете, может быть, какое-то видео заретит, и там резко придет популярность, но на это рассчитывать не стоит. То есть это воля случая. А так нужно понимать, что это работа именно в очень-очень-очень долгую. То есть алгоритмы, допустим, Ютуба построены таким образом, что он, ну, как бы, видео может стать очень популярным, но прирост, как бы, органичный тут. То есть он показывает твое видео определенному количеству людей. И если, допустим, оно создает вау-эффект, то он показывает большему количеству, еще, еще, еще. А если же, ну, как бы, оно среднее, и каких-то там нет ярких эмоций у зрителя, то твое видео, оно будет, ну, как бы, среднечковое. Да, то есть, наверное, раньше на Ютубе было проще. Потому что было меньше авторов. Вот. Ну, и какие-то даже, ну, знаете, ну, какое-то там, я вот смотрю, не знаю, какие-то прям простецкие видосы могли залетать. Сейчас тут совсем так. И круто, если получится, да, такой контент создать. Но это тоже непросто. И не с первого раза. Конкретно я делаю это в свое удовольствие. Даже, знаете, это больше про самореализацию, чем именно про, там, какой-то мой денежный интерес. или, ну, не знаю. Мне просто интересно этим заниматься. Интересно снимать видео, монтировать. Я очень люблю еду. И из-за этого... Плюс я люблю общение, я люблю коммуникацию. Я люблю, знаете, ну, какое-то внимание даже, да, к себе, безусловно. Мне это нравится. И именно поэтому я занимаюсь. А вот желание какое-то, знаете, изначально я не заходила сюда, что вот я стану там богатой, вот только из-за этого я стала этим заниматься. Нет, мне просто было это интересно. И поэтому про деньги, как бы, ну, пока я их не заработала, и не знаю, заработаю ли я вообще на этом деле. Потому что вы знаете, что я занимаюсь дизайном. Сейчас это как вот основной вид моей деятельности, на который я ставлю, что я вот буду им зарабатывать. А блогерство — это так. Ну, как бы. По поводу дизайна. Я же окончила Яндекс.Практику. Ну, ребят, в этом видео не буду рассказывать, потому что это прям на отдельное видео. По Яндекс.Практику мне это все-таки дало. Знаете, дало некое понимание, ну, как работает эта сфера, как надо работать. Ну, то есть какие-то базы реально, ну, как бы основу, они фундамент дают. Но тут, опять же, чтобы этим зарабатывать, нужно там сделать портфолио, нужно самому сидеть, изучать. Такого не будет то, что там ты просто отсидишь эти курсы, да, там что-то поделаешь, и тебя возьмут на работу. Нет, так не работает. Нужно самому очень много вложить, чтобы что-то получить. Поэтому сейчас я еще изучаю, создаю портфолио, и уже буду искать работу. Сегодня у нас с вами такое спокойное, тихое видео. Я, честно, стала замечать, что я очень сильно эмоционально, когда снимаю, типа, ага, и вот так вот. Ну, это не всегда место, не всегда хочется так активничать. Блин, обалдеть, это реальный шоколад. Сверху покрыть шоколадом. Поэтому сегодня, ну, просто такой вот рассказ вам о том, как это. По поводу, кстати, других платформ. Вы мне можете найти в Телеграме, ВК, Дзене, Ютубе. Я тогда грушу видосы. Но, понимаете, сейчас так много платформ, и плюс ты еще не понимаешь, какая из платформ будет в дальнейшем работать. Не знаю, заблочит Ютуб, не заблочит. Поэтому, кстати, подпишитесь на меня в мой Телеграм, и вообще везде вы меня сможете найти по слову Ямбэнк. Ну, просто это будет круто, да, если вы мне так поможете. Я сейчас не до конца понимаю, знаете, какую мне соцсеть надо вести, чтобы это было не впустую, да, допустим, как вот схлопнется в один момент все, и что дальше? Ну, как бы опять все заново. Знаете, что касается алгоритмов? На таких платформах, как Яндекс, Рутуб, ВК, они абсолютно работают не так, как Ютуб, и это не так себе, потому что в Ютубе все-таки четкий алгоритм, очень понятный, над ними видно, что очень много работали, они никогда не ломаются, не тупят. Что там нельзя сказать, допустим, о Рутубе, потому что у меня в среднем Рутуб мне дает по 20 просмотров, ну, типа, чё. И вот этого, конечно, ну, вот для просто автора, который не имеет, знаете, ну, блин, каких-то возможностей, да, каких-то других, кроме своих видео, как бы ты выкладываешь, и там абсолютно нет прироста, то есть я не знаю, сколько туда видео нужно выложить, чтобы прирост пошел. То есть у меня там как было 30 подписчиков, так и есть. Обалденно. Так что вот. Поэтому сейчас, конечно, моя любимая платформа это YouTube, и я сюда, ну, как бы, я здесь сама сижу, провожу тут много времени, но не знаю, да, что будет дальше. Сейчас, если знаете, вышел ЧБД, выходит он только ВКонтакте теперь, и, наверное, это тоже знак, что они стараются там развивать. Платформа привлекает новых зрителей туда из YouTube. Вот, поэтому, не знаю, получится, не получится, буду смотреть, буду туда просто выкладывать, но, конечно, больше всего меня привлекает именно YouTube, Telegram, ну, я сейчас пытаюсь вести запрещенную соцсеть, немного я не понимаю, как себя там вести, если честно. Вот. Поэтому за вот это время нет, знаете, разочарования какого-то во всей этой деятельности, но снимаются розовые очки, потому что, если ты действительно хочешь, ну, какой-то иметь, ну, какой-то рост, да, там, стабильно, органически, тебе нужно постоянно выкладывать, постоянно работать над этим, улучшать там качество и так далее, увеличивать количество контента, я думаю, тоже одна из моих проблем, что мне бы нужно побольше снимать. ну, прям, знаете, побольше, это типа по три видео в неделю, но я не могу держать такой темп, ну, то есть, реально, потому что я занимаюсь еще тем-тем-тем-тем-тем, и не могу все свое внимание, допустим, только на YouTube и блогерство распределять, ну, потому что я понимаю, что у меня еще там куча других задач, вопросов, и, то есть, я там тоже не хочу проседать, выбирая что-то одно, ты, ну, автоматически от чего-то другого отказываешься, потому что нельзя все охватить, и я сейчас стараюсь охватить все, а потом уже посмотрю, что из этого получится, из всего, это касается дизайна и всех соцсетей, да, там, которые я пытаюсь вести, и формата, в котором я снимаю, и потом уже буду выбирать, знаете, когда хоть что-то даст какой-то плод, да, так скажем, и уже буду на чем-то, на чем-то конкретном зацикливаться, да, всю энергию направлять в одно русло, пока что я не вижу такого, знаете, четкого понимания, чем мне придется заниматься в будущем, поэтому я стараюсь развиваться разносторонне, чего вот и вам советую, и дальше уже буду выбирать, потому что сейчас вот, допустим, я не могу выбрать только ютуб, только блогерство, не имея ничего там за спиной, никакой профессии, которая мне нравится, да, не могу, понимаете, не могу я бросить, допустим, дизайн, и не хочу, и мне кажется, и не надо, потому что эти два увлечения могут вообще друг друга дополнять очень хорошо, вот, но еще у меня там один есть план, возможно, я там вскоре о нем расскажу, чем я тоже хочу заняться, не знаю, может вам будет интересно, дам подсказку, я люблю очень животных, и вот я сейчас что-то в этом направлении думаю, тоже хочется, ну, хочется, короче, какое-то дело у меня, вот, поэтому буду думать, вот так, вот такие 10 тысяч, я не знаю, знаете, мне кажется, будет прикольно такое видео снимать каждые 10 тысяч, ну, и мне будет прикольно посмотреть, как меняется мой взгляд, потому что, если посмотреть там мои первые видео, я такая, знаете, более, всем привет, да-да-да, сейчас я абсолютно другая, и взгляды у меня очень сильно за эти там два года изменились, три года, вот, интересно, что будет там, еще через три года, еще через три года, мне нравится процесс взросления, и там некоторые мои подружки очень сожалеют, что они взрослеют, но вот у меня наоборот, допустим, я гармонично себя чувствую с возрастом, более гармонично, и мне нравится взрослеть, развиваться, потому что, допустим, у меня не было этих мыслей, да, в голове, когда мне было там 21, да, допустим, наверное, у меня совсем будут другие мысли там в 30, ну, вот, понимаете, и тем самым я расту, развиваюсь, и вот что-то такое интересного приобретаю. Вот так. И, если честно, я наелась. Очень. вы видели, да, какие-то вкусности? Я вам говорила. Если вам нравится за мной следить, вы смотрите мое не первое видео обязательно, просто обязательно. Заходите в мой Телеграм, потому что там, ну, вот реально, знаете, Ютуб, это все-таки такая площадка, где вот я сажусь, я ставлю камеру, ну, как бы я собираюсь, да, чтобы это сделать, снять видео. Телеграм же, он вообще легкий, там нет никакого, ну, типа, это именно лайфстайл, то есть ты, оп, снял что-то, то есть нет вот этого, что надо редактировать, там нет никаких масок, ну, то есть, в Телеграме реально я вот то, что вижу, многие блогеры, правда, настоящие. Когда ты смотришь Ютуб, когда ты смотришь Инстаграм, это все-таки какая-то картинка, Телеграм, он такой прям, прикольное домашнее место, поэтому заходите, подписывайтесь, я буду очень рада. Там наскоро будет 600 человек, это для меня, кстати, тоже огромная цифра, потому что, я помню, у меня было 6 человек в Телеграме, ну, то есть, сейчас уже 600, да, будет скоро 1000, ну, как бы, это вау. Ну, скоро, будет скоро 1000, еще то 600, через 600, но все равно, как бы, это, мне это прям супер ценно, реально. Вот. Спасибо, что смотрите. Комментируйте, поддерживайте. Это, знаете, чем там дальше я иду, тем больше какого-то негатива я получаю свой адрес, но я вообще не обижаюсь, иногда бывает, меня что-то подбешивает, я могу там как-то написать что-нибудь, немножко по-злому, либо заблочить, но это редкость. Чаще я, знаете, так стараюсь, типа, ай, ладно, вот так. потому, я понимаю, чем будет больше людей меня смотреть, тем большим людям я не буду нравиться, это нормально. Главное, не надо сильно загоняться на этот счет и, знаете, так думать, ну, кому-то я нравлюсь, кому-то не нравлюсь. И вот я заметила тоже такой момент, последний рассказ, последний факт. Мне вот могут написать 10 хороших комментариев и один плохой. И для меня, как бы, один плохой очерняет все хорошие. Ну, как бы, я хороших не помню, потому что вот негатив, он более ярко воспринимается. Но я стараюсь себя на этом ловить в моменте и так думать, все, нет, прекрати, у тебя очень много хороших комментариев, люди добрые вещи пишут. И там какой-то хейт, когда попадается какой-то там злой комментарий, думаю, ну, да, вот так бывает в жизни. То есть, но это не мнение всех, это всего лишь один человек написал. И вот этот плохой комментарий, он ровно такой же, он равнооценен одному хорошему комментарию. Ну, то есть, понимаете, да? Вот, поэтому я стараюсь не сильно загоняться по поводу вот редкого негатива в мою сторону. Ну что, я наелась, оставлю, не надо переедать, я уже переела. Спасибо всем большое за просмотр, за то, что смотрите, подписывайтесь, лайкайте, поддерживайте, прям безумно приятно. Всех целую, обнимаю и до встречи.